Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Сегодняшняя программа называется так. Артериальная гипертония как основной фактор риска «Развитие осложнений сердечно-сосудистой системы». Сегодня на студии Кириллина Лилия Юрьевна, заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, врач-кардиолог. Здравствуйте, Лилия Юрьевна! Здравствуйте! Лилия Юрьевна, сегодняшняя тема у нас очень злободневная, потому что рост распространенности артериальной гипертонии имеет глобальную тенденцию. Это такое заболевание, которое приводит к осложнениям со стороны сердечно-сосудистых заболеваний и даже к высокой летальности. Почему так происходит? Давайте об этом поговорим сегодня. Я бы, наверное, даже начала с того, что по последним статистическим данным от 37 до 50% населения страдают артериальной гипертонией, так сказать, повышенным артериальным давлением. Это тоже не однообразный класс артериальной гипертонии, то есть он тоже разный. Это эссенциальная, первичная артериальная гипертония. И еще есть симптоматические артериальные гипертонии, которые обусловлены какими-то другими заболеваниями, но сопровождаются тоже повышением артериального давления. И, как правильно вы сказали, то, что злободневность именно в том, что вот от этого заболевания, как от самого заболевания, как бы люди не умирают, а умирают от осложнений этого заболевания. И вот эти осложнения, они приводят как раз к высокой летальности, потому что мы, как бы, ну, не исключение из всех других развитых европейских стран, то, что на первом месте стоит смертность именно от заболеваний сердечно-сосудистой системы. И в основном вот к этому процессу приводит повышенное артериальное давление, потому что здесь механизм в том, что возрастает нагрузка на все органы практически, когда давление повышенное. Ну, органы мишени, да? Да, органы мишени. И, как бы, повышенное давление создает риск сосудов, не выдерживает, как бы, они разрываются, и отсюда вся клиника. Это, как бы, со стороны сосудистой системы нагрузка на сердце, то, что оно работает с напряжением и развивается сердечная недостаточность. Особенно в связи с тем, что население стало жить дольше у нас, то, естественно, этот процесс, особенно с возрастом, они усиливают сердечную недостаточность, и это тоже становится глобальной проблемой. И, конечно, еще такие заболевания, как это инсульты, инфаркты, которые выходят на первое место, катастрофы сосудистой, и которые, конечно, трудно контролировать. Контролировать нужно артериальное давление именно. Суть соль вот этого всего в этом. Лилия, давайте вот скажем, все-таки, артериальная гипертония, что к ней приводит, да? И вот все-таки можно ли назвать артериальную гипертонию вот такой болезнью образа жизни современного, можно так сказать? Влияет вот образ жизни сегодняшний на проявление этого заболевания? Да, конечно. Ну, как бы тоже по данным статистики, по данным научных разных исследований, до конца причина гипертонической болезни не ясна. Но известны ясны механизмы, как она развивается. То есть здесь несколько механизмов, которые приводят к развитию этого состояния, к повышенному артериальному давлению. Это, прежде всего, и увеличение, так сказать, выброса сердечного, увеличение периферического сопротивления сосудов. Это тоже как один из компонентов. Ну, медицинский, конечно, термин, но просто я как бы немножко сейчас поясню. Это отек тканей, отек сосудов, который как раз приводит к повышенному содержанию жидкости в тканях и который способствует тоже к механизму развития гипертонии, артериальной гипертонии. Ну, и вот исходя из вот этих всех моментов, конечно, основное в развитии этой гипертонии как раз считаются факторы риска, которые идут с человеком по жизни. То есть они тоже уже известны. Давайте их назовем все. Это как раз один из первых – это гиподинамия, то есть это пониженная физическая активность, так называемая. Это второй фактор – это повышенный избыточный вес и ожирение, в том числе. Ну, это одно из другого вытекает сразу. Да, по кодану, одно из другого вытекает. Сначала повышенный вес, потом ожирение. То есть и последний момент тоже немаловажный – это как бы пищевые пристрастия, особенно они вот для нашей, ну, мы все-таки северная, как бы, полоса, да, холодная, у нас климат холодный. Мы, конечно, так сказать, приученные и привычные к пересаливанию пищи. То есть это идет у нас из того, что заготовки были раньше, как бы это они у нас шли очень, были в ходу, так как были основные хранения овощей, это вот заготовка. И вот это вот пристрастия пищевые, они, то есть, зашли у нас давно, и это, так сказать, с детства. И повышенное потребление соли, вот оно как раз тоже способствует задержке жидкости в организме, который тоже один из механизмов развития артериальной гипертонии. Ну, плюс ко всему, наверное, тоже один из факторов – это вот сейчас тоже выходит на одно из первых мест – это гиперхолестериномия, то есть повышенный холестерин. Это немаловажно, и хотя многие об этом как бы, ну, не сильно, вот дома считают, что это как бы незначимо, да, но сейчас доказано, что это точно значимо. Понятно, что это с возрастом тоже более так ощущается. И, конечно, вредные привычки, которые тоже нельзя исключить, они тоже способствуют формированию повышенного артериального давления, то есть это, в частности, курение, которое вызывает сосудистый спазм, и тоже, которое приводит, и усиленное сердцебиение, которое вот вместе приводит тоже к повышению артериального давления, ну, и воздействие алкоголя, которое способствует повышению свертываемости крови, и тоже как один из факторов способствует тоже повышению артериального давления. Тоже не секрет, что сейчас с молодого возраста очень часто у подростков уже регистрируется повышенное артериальное давление, регистрируется. И как бы, ну, вот считается, что если она зашла к гипертонии, да, то вот она сама по себе, скорее всего, не исчезнет. То есть для этого нужно, вот то, что я уже сказала, приложить какие-то усилия. Но по большому счету это не так сложно сделать. Мы же, допустим, приучили себя чистить каждый день зубы, да, там, умываться. Мыть руки с мылом. Да, прическу какую-то делать. То есть это вот контроль за весом, контроль за той же солью, за потреблением сахара. Должен быть обязательно. Это то же самое. То есть мы по жизни должны за этим следить. И как бы вот эти моменты, вот по жизни с ними это сделать несложно. Но это дает большой эффект вот в процессе всей жизнедеятельности, потому что как раз и ведет вот к здоровому организму, да, чтобы не было этой гипертонии. Потому что, как я уже сказала, это, ну, самое распространенное заболевание. Илья Ивановна, вот несколько раз вы сказали уже про возраст, да. Вот давайте все-таки скажем, вот цифры артериального давления, все-таки они зависят как-то от возрастного ценза, да. То есть вот в каком возрасте, какие цифры должны быть, насколько важен самоконтроль артериального давления. Ну, вот об этом давайте тоже скажем. Да, вот такой я хотела тоже на этом остановиться. Спасибо, да, хороший вопрос. Потому что сейчас, вот последние несколько лет, пересматривается норма артериального давления. И считается, что, как бы, ну, нормальное артериальное давление – это 120,70, 120,80 максимум. Но если, допустим, у молодого человека, ну, или у человека по жизни, допустим, 130,80 давление, или, допустим, 135,80, и он чувствует себя нормально, у него нет каких-то проявлений таких, да. То есть не надо зацепиться, получается. Да, это сейчас называется нормальное повышенное артериальное давление. Да, то есть это тоже нормальное. Но то, что выше 139,89, это уже считается повышенным артериальным давлением. Без приставки уже умеренно повышен. Да, и артериальную гипертонию не поставили, это уже клинические, так сказать. Это уже врачебное мероприятие. Но это уже должно точно человека обеспокоить. Вот. Вот это я говорю в основном о молодых людях, да. Ну, то есть тем, кому до 60 лет. Возраст, когда 60-65+, то здесь немножко цифры давления скорректированы. Есть понятие рабочего давления? Есть все-таки понятие? Да, сейчас мы до этого дойдем. То есть вот с возрастом все-таки разрешается. И при контролируемом давлении, и как бы в норме, оно может быть выше 140-145, допустим, там и 95. То есть для возраста это нормально. Плюс ко всему, если есть заболевание почек, то тоже допускается немножко повышенное давление. То есть вот эти цифры могут быть нормальными считаться. Если это уже более старший возраст, то тоже оно немного может быть повышенное. Чтобы не рисковать сосуды, так сказать, чтобы не было уменьшения кровоснабжения важных органов. Вот рабочее давление. Ну, как такового сейчас, если, допустим, человек говорит, вот у меня рабочее давление 160, там и 100. Это неправильное понятие, однозначно. Потому что, ну, как сейчас, даже не столько рабочее, считается контролируемое давление. Вот такой термин в основном применяется. То есть если у человека есть артериальная гипертония, гипертоническая болезнь, то он должен контролировать свое давление. И все-таки и кардиологи, мы наставим на том, что цифры артериального давления должны быть на уровне 120, ну, максимум 130 и 80. Вот такое давление человек должен держать по жизни. Тогда снижается риск развития сосудистых катастроф. Ну, и вообще нагрузка на все органы снижается. И вот, как вы сказали, поражение органов мишеней. То есть это и сердце, и головной мозг, и почки. Вот насколько важно, ну, насколько важно измерять артериальное давление, сколько раз нужно это сделать? И вот вы же сказали, там, повышение давления выше 139 на 89, там, да? Ну, вот это же должно быть в спокойном состоянии, да, измеряться давление должно. Когда лучше? Вот утром, вечером, днем? Вот как вот лучше? Это называется же самоконтроль, да? Это самый такой эффективный метод. Да, с этого, в общем-то, нужно начинать с самоконтроля. Потому что, ну, каждый уважающий себя человек должен следить за своим артериальным давлением. И вообще рекомендуется, ну, не надо измерять давление, там, каждые 2-3 часа точно. В нормальной, спокойной обстановке, то есть мы, как бы, предлагаем измерять артериальное давление два раза. Утром, когда человек просыпается, и вечером. То есть, допустим, если вы просыпаетесь в 6-7 часов, вот в это время нужно измерить давление. И вечером также в 18-19 часов. Не можно даже записывать, фиксировать это, да? Не можно, а желательно записывать. Потому что, вот, дневничок давления, это важно. Но дело в том, что за суетой тоже забывается и цифра. Я вот даже рекомендую записывать, допустим, давление, цифра давления и пульс. Потому что это тоже важно, когда вы приходите к доктору. Это важно для подбора терапии, для обследования. Вот эти вот цифры, это важно, эти вот эти три цифры. И это не трудно сделать, потому что сейчас, тем более, вот эти электрические тонометры, они все это сразу показывают, просто записать, и все. Если оно у вас, значит, ну, рекомендуется, допустим, ну, каждый день, если у человека нормальные цифры давления, я бы даже не советовала мерить. Да, если уже был подъем артериального давления, если оно уже вас как бы забеспокоило, да, и вы планируете обратиться, ну, к доктору, там, или к фельдшеру, то лучше мерить его каждый день, допустим, в течение двух недель. Если вас это, ну, то есть вы померили, давление у вас нормальное, там, день-два померили нормальное, то каждый день я даже бы не советовала мерить, ну, чтобы не зацикливаться на этом. Два-три раза в неделю померили, записали. Вот если вы уже увидели повышенное давление у себя, то есть выше 140, да, допустим, или вы себя плохо чувствуете при давлении, которое, ну, еще считаете нормальным повышенным, например, 130 и 80, то вот здесь уже, да, здесь нужен более такой тщательный контроль, то есть каждый день утром и вечером все-таки я рекомендую давление померить, вот в этой ситуации. Илья, ну, понятно, что человек все-таки не сам должен себе диагноз поставить, да, тогда давайте так скажем, к какому врачу ему нужно обратиться, и какие все-таки вот жалобы или какие проявления должны вот насторожить человека, ну, кроме того, что у него цифры, да, какие-то симптомы же все равно же будут, правильно, то есть он все равно почувствует, хотя очень часто гипертония сначала протекает абсолютно бессимптомно, да, об этом тоже мы должны сказать людям, да, но тем не менее, вот давайте на эту тему скажем. Ну, вот, к сожалению, правильно вы говорите, что артериальная гипертония еще и называют, так сказать, ласковой или немовой убийцей, то есть люди, многие ходят с давлением, чувствуют себя нормально, вообще никаких проявлений не может не быть, только вот цифры повышенного артериального давления, то, что мы вначале говорили, но некоторые люди, многие, конечно, чувствуют повышенное давление, единственное, что, может быть, они не сильно на это обращают внимание, да, но все-таки задуматься над этим нужно, это может быть, что может быть, во-первых, головные боли часто явления, ну, локализация боли, как правило, это затылочная область, головные боли, но они могут быть и разного, разная локализация, ну, это как бы классика считается, затылочная боль, головные боли. Ну, даже говорят здесь вот как чугунная голова, как, да, как вот вактор, тяжелая, может быть, все-таки на это обратить внимание надо. Так, далее, что зачастую бывает, допустим, ну, мелькание мушек перед глазами, тоже классический как бы вариант, да, головокружение может быть, особенно, допустим, когда при изменении положения туловища переложится, человек или встает, у него головокружение может быть. Статическое, то есть такое, артистатическое. Вот зачастую, допустим, люди, бывает, приходят, допустим, вот тяжесть какая-то в сердце, в грудной клетке тяжесть, голова не болит, а вот тяжесть какая-то есть. Обязательно нужно думать про артериальное давление, то есть и самому человеку, если какие-то неприятные ощущения, особенно у молодого человека, Ну, я считаю, это и молодой человек, и 45, и 50 лет, это молодые люди. Появляются такие, да, они характерные, вроде бы, жалобы на какие-то боли, тяжести в грудной клетке. Тоже об этом нужно думать, и тоже есть повод уже, так сказать, обратиться в медицинскую организацию. Ну, одышка может быть, потому что, как я уже сказала, повышенное давление – это нагрузка на все органы. Как проявление уже. Да, и, естественно, человек, он может быть ничего не ощущать, а, допустим, поднимается по лестнице, у него одышка появляется. Да, например, там ходил до пятого этажа, а тут второй, третий уже останавливается. Тоже надо об этом задуматься, это что-то все-таки в организме, что-то есть какой-то сбой. И, в общем-то, самому можно померить артериальное давление. Сейчас практически в каждой семье есть тонометр, просто об этом нужно думать и померить давление. Но если вы уже выявили, что у вас что-то не так, да, то, конечно, нужно обратиться в первичную нашу сеть медицинскую. Конечно, это в поликлинику по месту жительства, это может быть поликлиника. Ну, где-то они совмещенные с сационаром больницы. Это может быть фельдшерский, акушерский пункт, это может быть здравпункт. То есть специалист первичной звена, в принципе, да? Специалист первичной звена. Это может быть медсестра, фельдшер, врач, любой уровень. То есть это все об этом знают. Просто нужно обязательно вовремя обратиться и обязательно не молчать о том, что какие-то неприятности в грудной клетке, какие-то вот одышка какая-то, какие-то, может быть, однократно появившаяся боль в сердце. Вот она даже, может быть, и он там, человек расценил, как явление хондроза, да, там, или рука там заболела. Все-таки нужно прислушиваться к своему организму, да, особенно если вам уже, ну, не 20 лет, да, то есть вот, к сожалению, сейчас все это у нас помолодело, да, и в молодом возрасте все это тоже проявляется. А если уже вам за 40, то точно нужно прислушиваться к своему организму и не думать, там, если что-то где-то появилось, что это само собой пройдет. Вот, к сожалению, это нас часто, так сказать, и наше население, да, думает о том, ну, там, полежу, пройдет. Ну, вот, к сожалению, не всегда проходит. Лучше перестраховаться. Вот еще такой момент тоже, да, вот если есть наследственный фактор, да, все равно же он присутствует. Да, конечно, конечно. Может быть, и в этом случае даже, может быть, и заранее прийти лучше, да, если вы знаете, что у вас там родители, там, у кого-то была артериальная гипертония, у бабушки, дедушки, там, или у кого-то были инфаркты, инсульт, в анамнезе, да, придите к врачу, обследуйтесь заранее, да, потому что вот чем раньше, ну, как любое хроническое заболевание, чем раньше, как говорится, его поймаешь под усты, да, тем лучше назначить лечение быстрее, да, эффективнее будет все это, да, согласны с этим? Да, 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 и не просто, вот я, так сказать, очень хороший такой момент, да, на него застрели внимание, то, что и артериальная гипертония, и наследственная предрасположенность однозначно имеет, однозначно, семейную такую имеет, как бы, вот предрасположенность, да, и плюс еще к всему, вот, как бы, здесь имеет значение большой холестерин, имеющийся, то есть повышенный холестерин в крови, и, как вот эти мы опросы, медицинское наше сообщество проводит, да, для этого, на этой нацеленная диспансеризация, и профилактические медицинские осмотры, и работа центров здоровья, как раз нацелена на то, чтобы выявить вот эту наследственную предрасположенность к гипертонии, даже если цифра артериального давления у вас нормальная, наследственную предрасположенность к гиперхолестериномии, как раз вот об этом и тоже, и врачи, и мы опрашиваем, то, что не было ли в молодом возрасте в семье инсультов, инфарктов, поэтому это вот тоже должно насторожить, особенно если есть уже, допустим, даже небольшой повышенный холестерин, это повод к тому, чтобы наблюдать за этой позицией, к тому, чтобы посмотреть, какие у нас у вас холестерина плохой, хороший холестерин, то есть это липопротеиды низкой плотности повышенные, или, может быть, сниженные липопротеиды высокой плотности, Или, может быть, триглицериды у вас как-то же настораживать должно. То есть, врач уже будет трактовать все это. Ну, и люди, я считаю, сейчас достаточно грамотные. То есть, мы про это тоже им рассказываем. И, как бы, я считаю, что это нужно знать. Ну, в принципе, Лилия Ильина, вы уже об этом даже сказали. Это минимальное такое обследование, да, абсолютно. Которое там за 30-40 минут, да, и, в принципе, диагноз будет поставлен. Поэтому просто нужно прийти, пройти диспансеризацию, да. Если вы переболели ковидом, вы можете пройти углубленную диспансеризацию. В результате которой тоже может поставиться этот диагноз артериальной гипертонии своевременно, да. Вы можете пройти профилактический медицинский осмотр, то же самое, да. Там по объему практически такой же, да. Да, конечно. Вот, только по возрастам там отличается и все. Вот, поэтому, вот, как говорится, если человек пришел уже в поликлинику, да, я считаю, что он сам уже пришел, да. То есть, его надо вот во все прокрутить. Конечно, да. Да, потому что человек уже сам пришел. Я хочу сказать, что, вот, ну, тоже такой момент. Зачастую пугает людей то, что поставят диагноз артериальной гипертонии. Что это пойдет там на учет везде, там, ну, есть такой момент. Я знаю, что не надо этого бояться, потому что, ну, артериальная гипертония, во-первых, она ставится вот так с одного визита и не ставится. То есть, сначала выявляются какие-то факторы риска. Просто даются рекомендации. Ну, причин надо найти тоже, да. Да, даются рекомендации вот по коррекции образа жизни. Вот, как раз все вот эти вот рекомендации, нужно их учесть и попробовать. Тоже даже восстановить полностью, да. И может восстановить. Но если вы останетесь вот без этих всех факторов, корректирующих, да, без рекомендаций, то, ну, не каждый человек может сам вот с этим справиться. Все-таки здесь нужна медицинская помощь. То есть, назначить лечение, которое, сразу об этом скажем, да, что лечение, оно идет пожизненное, правильно? Пожизненное, да. То есть, ежедневно нужно принимать препараты, они принимаются не для того, чтобы вылечить гипертонию, да, а для того, чтобы избежать осложнений, правильно? Инфарктов, инсультов, именно для этого. И бояться этого не надо абсолютно, да. Ну, уж, я не знаю, там, сейчас препараты, подтвердите, это современные, там, я не знаю, там, один-два раза в день принимаются, там, одна-две, да, и один раз в день есть. Если принимать их регулярно и следить за давлением, и подобрать нормальный препарат, то, в принципе, вот основной, в основном нашей массе населения достаточно вообще одного приема. И просто контроль давления. Ну, и, конечно, вот коррекция всех этих соли, веса, вот этого всего. Получается. Правильный сон, то есть, достаточный сон, тоже это один из важных моментов, да, не засиживаться перед гаджетами, перед телевизорами. Ну, к сожалению, вот мы все это знаем, но не всегда выполняем. Ну, вообще, в нашем центре здоровья у нас есть, проводился эпидмониторинг, он проводился с 2018 года, это на протяжении четырех лет, то есть с 2018 по 22 год, и во время пандемии тоже проводился, потому что это было, ну, исследование на территориях, то есть практически вся область у нас была охвачена вот в этом эпидемиологическом исследовании по факторам риска. И результаты этого исследования, то есть, ну, там был опросник, где население отвечало анонимно на поставленные вопросы. И вот получилось, что из всего этого опросника... То есть вы все медицинские организации включили в это? Ну, не только медицинские, это на население. Нет, я понял, да, ну, участвовали все муниципалитеты, все муниципалитеты, город, все муниципалитеты участвовали, это на область было распространено. Широко очень. Да, все муниципалитеты у нас в этом участвовали. Значит, где-то было шесть с лишним тысячи исследований проведено, и выявилось то, что на первом месте у нас как раз вот стоит то, что недостаточное потребление овощей и фруктов, это просто вот такой фактор риск огромный. Далее у нас повышена избыточная масса тела. Мы вообще в 2018-2019 году вышли на передовые позиции по стране по избыточному массу тела ожирения, как у детей, так и у взрослых. Регионально вы имеете в виду, да? Да, да. Вот сейчас скорректировалось несколько, ушли вот эти показатели, тоже много усилий для этого прилагали. Следующий у нас фактор риска – это артериальная гипертония, как раз вышла вот на третьем месте. И, ну, вот соль вышла на пятом месте, да, как бы вот, но тоже один из ведущих таких факторов риска, который тоже вот, ну, один из таких ведущих по развитию артериальной гипертонии. Ну, алкоголь и курение вышли там на последние места, но мы так предполагаем, что это не совсем были корректные ответы, потому что это проводились и семейные опросы, ну, и люди нас не сильно об этом хотят говорить, да, уж если это, так сказать, написать. Ну, вот мы так считаем, что это немножко не совсем было корректные ответы населения, но вот эти вот показатели у нас вышли на первые места. Ну, и результаты, они потом реализовывались в информированности населения, да? Ну, это все, мы потом все это обобщили, отправили муниципалитеты, они вот эти вот, у нас программы разработаны региональные по здоровым муниципалитетам, и какие-то корректирующие моменты были на территориях включены вот в эти программы региональные, здесь у нас и по физической активности, и... То есть сразу в дело все это пошло? Да, 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 по контролю за реальной гипертонией. За этим реальные дела пошли? Да, конечно, убрать соль с прилавков, но это достаточно сложно, да, ну, хотя бы информировать население о том, что вот этот момент есть, и мы постоянно об этом говорим, наверное, даже уже и надоело многим. Ну, я считаю, что вот эта вот реклама, ну, даже не реклама, а вот эта вот, что ли, концепция, да, правильного здорового питания, она должна быть навязчивой, я вот так считаю, да, одни из таких слов. Ну, я даже называю этот термин такой-то кричащий, да, должна быть такой, да. Агрессивный даже, я бы сказала, да, потому что люди должны знать, что они должны есть больше овощей, что нужно уменьшить количество простых углеводов, то есть достойная еда. Примеры какие-то приводить, да, опять же, тоже реально все можно. И вот действительно нужно говорить об этом постоянно. Тогда, может быть, достучимся до нашего населения, потому что, ну, к сожалению, не естественно. Ну, вот очень хочется, чтобы мы, медики, тоже служили таким примером, да, для людей. Да, конечно. То есть вот такой правильный образ жизни, да, и так далее, соблюдение каких-то вот таких рекомендаций. Согласна, и я считаю, что каждый, мы сами, медицинский работник должен служить примером в этом плане, и тоже следить за своим должны, и за весом, это один из моментов таких. Илья Юрьевна, а вот еще такой вопрос, вот, ну, очень часто эндокринологические заболевания там, да, и другие там тоже как-то вот влияют на течение артериальной гипертонии, на ее развитие, на ее прогнозы. Вот что об этом, можно сказать, пару слов? Ну, эндокринные заболевания, они и сами по себе как бы приводят, как симптом артериальной гипертонии развивается. То есть это и проблемы со щитовидной железой, это проблемы с надпочечниками. Ну, диабет, он как бы здесь как не дает, как таковую артериальную гипертонию, я имею в виду симптоматическая гипертония. Ну, как один симптомокоплексов может включаться. Да, конечно. А именно эндокринные заболевания, которые приводят к повышенному артериальному давлению, это заболевания надпочечников. Ну, они, конечно, не часто встречающиеся, да, это заболевания почек приводят к симптоматической гипертонии. То есть вот эту группу, мы ее немножко обошли, потому что здесь, конечно, самому человеку однозначно не справится. Только с медицинской помощью эта диагностика должна быть. И вообще диагностика артериальной гипертонии, она, конечно, должна обязательно включать медицинское обследование. Потому что, да, заподозрить это каждый может. А вот уже дальше для постановки диагноза, для коррекции, для всего остального, конечно, нужно обязательно участие медицинских работников. Ну, очень хочется, чтобы наши телезрители, посмотрев нашу программу, поняли, что всегда можно прийти в поликлинику, в амбулаторию, на фельдшерский акушерский пункт. Всегда можно прийти, обратиться за помощью. И действительно, чем раньше будет поставлен диагноз артериальной гипертонии, тем лучше и прогноз, и качество жизни. То есть с этим диагнозом живут, как говорится, до 120 лет, и ничего в этом такого нет. Ну, Лилия Ильина, и такой в заключении вопрос хочу задать. Вот все-таки, мы уже об этом вскользь упомянули, но все-таки, какой образ жизни нужно вести, чтобы все-таки, либо чтобы артериальная гипертония не развилась, либо чтобы как-то все-таки улучшить ее прогноз. Да, ну вот я еще раз тоже скажу, мы об этом уже говорили, что именно это нужно с молодого возраста. То есть сейчас диспансеризация детского населения проходит, уже там выявляются вот эти моменты. И именно с детского, с молодого возраста, с молодого, но с подросткового возраста уже нужно смотреть и за цифрами артериального давления. И фактор риска выявляет. И фактор риска за здоровым образом жизни. То есть это уже вот с молодости, да, это должно зайти. То есть это и правильный режим дня. То есть это правильный сон. Прямо прививать это, да? Да, прям прививать. Как я еще раз пытаюсь, как чистить зубы, мы ребенка прививаем, так и это должно быть. То есть это здоровый сон должен быть, да. То есть это физическая активность. То есть все равно это либо это ходьба, либо это утренняя зарядка, либо это зарядка, допустим, в школе, на производстве, да, какие-то пятиминутки там с физической, активные это правильное питание еще раз скажу да то есть это не переедание на ночь и вообще не переедание да и не откладывание вообще прием пищи на вечерние часы то есть должно быть кратный прием еды то есть 4 5 6 раз день человек должен принимать еду небольшими порциями вот это важно не один раз там наезд цена везде это очень вредно для вообще для здоровья для организма именно многократный прием разнообразного здорового питания это не должно быть какие-то дорогостоящие копчености даже не дело в том что это экономически достаточно сложно да там понятно что есть какие-то деликатесы вот как раз здоровое питание правильное питание то есть это достаточное количество овощей фруктов которые особенно у нас доступны и в летнее время и который мы часто этим пренебрегаем в зимний период это заморозка может быть да или ну вот это самый такой легкий способ от заморозка это значит рациональное питание именно вот не переедание на ночь к сожалению от нас присутствует ну с таким напряженным ритмом очень много этого есть то есть это обязательно должна быть должна быть еда на работе то есть это обеда должна быть здоровые перекусы к сожалению тоже от этого нас многие страдают это не печенье не конфеты точно и не лимонад не мороженое и должен быть здоровый перекус это опять овощи и фрукты на перекус и конечно избегать этих вредных привычек с детства тоже как-то ну вот мы и на подростков сейчас очень много проводим разных и семинаров лекций разъясняем что вот это вредно потому что дело в том что вот вредные привычки они формируются до 25 лет как правило а потом если она уже сформировалась и и сложно от нее избавиться потом это именно важно взаимодействие и работать с молодым родителей везде в школе вообще общая наша и медицинской общественности именно с подростковой вот средой даст с нашими с молодым поколением потому что как будто тут оттуда все идет вредные привычки и я знаю что у вас это реально очень много в этом направлении вот это общественное здоровье миссис профилактика тоже очень много направлений именно в плане детства до школьники в обороте школы институты университет до техникум и так далее так далее тесно очень взаимодействуем это и с родителями по сути дела центр общей здоровой он и как раз старается тоже прививать в том числе культуру культуру да вот именно важно вот здоровый образ жизни чтобы он смог зашел с молодого возраста а потом вот уже войдет привычку тоже как вот занятие тем же спортом да когда человек занимается с молодостью есть прогулки вот это все это важно они потом уже с возрастом будут поддерживаться спасибо большое за такой хороший продуктивный разговор я думаю очень полезно это и такое действительно мы все так с вами разложили по полочкам да спасибо вам большое за такое откровенные такие раскрытия темы ну что ж дорогие друзья всем желаю здоровья всем желаю счастья успехов до новых встреч ваш доктор смирнов а